Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет отвечаем на ваши вопросы. Такой очень интересный, даже эмоциональный вопрос пришел, наверное, под перчатлением некоторых бесед на нашем любимом библейском портале. Меня давно интересует, а сами священники всегда исповедуются перед причащением святых христовых тайн или только требуют это от мирян, таким образом налагая на них бремена неудобоносимые? Ну, постараемся, дорогие друзья, с Божьей помощью ответить на этот вопрос. За всех священников я по понятным причинам не могу ответить, все ли священники исповедуются регулярно перед каждым служением божественной литургии и, соответственно, перед причащением святых христовых тайн. Могу поделиться своим опытом и опытом тех многих священников, с которыми я близко знаком, с которыми поддерживаем общение, но общение тоже достаточно обширное. В первую очередь слова священного Писания, слова святого апостола Павла из первого послания к Олимпфинам, зачитаю вам еще раз эти слова. «Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сей и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет во осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают». Дорогие друзья, священник, как и любой христианин, также обязан исполнять вот эти слова священного Писания. На самом деле пастырем, которые служат на многоштатных приходах, поясню, что такое многоштатный приход. Это где служит один настоятель и, допустим, двое, трое и более священников. Один, допустим, служит, другой исповедует. В многоштатных приходах вообще очень легко, потому что служащий священник может обратиться к своему собрату и поисповедоваться перед каждым причащением святых христовых тайн. И сам я многократно пользовался такой возможностью. Некоторые священники во время часов исповедуются друг у друга. Некоторые прям непосредственно после прочтения молитвы «Отче наш», после запричастного стиха, прям непосредственно перед причащением друг у друга исповедуются. Практика регулярной исповеди перед причащением святых христовых тайн – это совершенно обычное, нормальное явление для каждого православного пастыря. И возможность такая есть. Какие есть совершенно явные, очевидные, положительные моменты регулярной исповеди перед причащением? Во-первых, без покаяния невозможно вообще никакая духовная жизнь. Исповедь – это то таинство, в котором мы исповедуем свои грехи, и после разрешительной молитвы духовника над нашей головой, или, допустим, другого пастыря, собрата, Господь прощает нам наши согрешения. Поэтому без исповеди, без покаяния невозможно представить себе какую-либо духовную жизнь. Частая исповедь накануне каждого служения, какой еще имеет очень важный положительный момент, совершенно очевидный. Тот, кто часто исповедуется, меньше опасность свои грехи забывать. То есть, кто регулярно исповедуется, тот постоянно как бы держит себя, ну, скажем, современным языком в таком духовном тонусе. Следующий очевидный момент. Даже само напоминание о том, что предстоит исповедь, в том числе и на этой неделе, накануне служения, она является, говоря словами святителя Иоанна Златоустой, как бы некой уздой для греха. Когда возникает какое-то искушение, какой-то там соблазн для совершения греха, напоминание о том, а тебе же все равно придется исповедоваться вновь на этой неделе, и удерживает от греха. Третий совершенно очевидный момент. Может быть, он не столь очевиден для мирян, но пастырь, особенно с большим духовным опытом, об этом свидетельствует. Если сам священник регулярно исповедуется, гораздо меньше опасность, что он впадет в такой вот неразумный ригоризм. То есть, будет накладывать какую-то эпитемию на человека, который что-то не исполнил, что-то не так сделал, что-то не дочитал или впал по нем еще в какие-то грехи. Гораздо реже вы, дорогие друзья, встретите. Меньше опасность, если более точно сказать, что священник, который сам регулярно исповедуется, что он подойдет, скажет, вот там, идите с глаз моих, не допускаю вас к опричащению, потому что вы там то-то, то-то не дочитали, и то-то, и то-то не делали. Почему? Это совершенно очевидная такая духовная закономерность. То есть, кто более строг к себе, тот всегда снисходительный к ближнему. То есть, если пастырь сам регулярно кается перед своим духовником, понимает, как непроста духовная жизнь, какое-то требует мобилизации всех своих душевных и духовных, порой физических сил, он, конечно, будет более снисходительным к другим людям. Более того, в нашей новейшей истории мы пережили некое испытание, все общество в целом, и церковь в том числе. О каком испытании я говорю? В 2020 году и вплоть до 2021 года мы все пережили испытание, которое именуется коронавирусная инфекция. Как тут не вспомнить слова известного современного политолога Сергея Александровича Михеева, который говорил, цитирую, «коронавирус, безусловно, есть, и он опасен, но сходить с ума из-за него, да еще в масштабах целой страны, смысла никакого нет». Конец цитаты. Но, увы, мы все это хорошо помним, потому что это все было недавно. Информационное сопровождение, которое сопровождало этот вирус, который, наверное, есть и, безусловно, опасен, приводило к тому, что люди действительно сходили с ума, и можно было встречать такие моменты, что люди, даже живущие в одном подъезде, могли просто наброситься друг на друга с оскорблениями, буквально с кулаками. Почему? Потому что один человек мог носить маску, допустим, не на переносице, а чуть-чуть пониже. Для чего я сейчас упомянул об этом периоде? В силу обстоятельств, порой непреодолимых, очень тяжелых, не во всех храмах была возможность регулярного присутствия мирян на богослужении. То есть было ограничение для присутствия в некоторых храмах и монастырях. Все это вы хорошо знаете, сейчас не будем углубляться. И в рамках нашего ответа мы сейчас не будем давать оценки, правильно ли или неправильно это было. Просто это было как факт. И в силу того, что обстоятельства были таковы, желающие регулярно исповедоваться, может быть, не везде и не всегда могли к своему духовнику прийти и поисповедаться. Поэтому в силу обстоятельств мудрые пастыри советовали и мирянам, своим духовным чадам, равно как и пастырям, исповедоваться таким образом. Звонишь по телефону накануне служения, накануне причащения своих христовых тайн, и по телефону каешься в своих грехах. Духовник, находясь, допустим, на некотором расстоянии, выслушал твою исповедь, затем читает разрешительную монету над головой другого человека и, осеняя крестным знаменем, разрешает в том числе тебя от грехов. Сразу, дорогие друзья, спешу ответить на недоумение, которое, скорее всего, у вас возникнет. А как же тайна исповеди? Что такое тайна исповеди? Тайна исповеди – это прежде всего, что сам священник. Ни в коем случае не имеет права разглашать никому из третьих лиц то, что он слышит во время исповеди. Сам священник не имеет права рассказывать. Если же кто-то по линии, в силу каких-то своих или профессиональных обязанностей, подслушивает и услышит вашу исповедь, тут я приведу вам слова одного ныне уже покойного, духовно опытного пастыря и строительства Сергея Лавры, когда он одной женщине, как раз на такой недуменный вопрос, как же, батюшка, я буду исповедоваться, а вдруг кто-то там по линии подслушает мою исповедь, он остроумно с улыбкой сказал, вспомни слова святителя Григория Богослова, «Пусть меня весь мир осудит, лишь бы Бог не осудил». Ты исповедуйся чистосердечно, если другой возможности нет. Нет, допустим, возможности приехать. А кто специально подслушивает, вот пусть слушает и учится, как и в чём надо каяться. Поэтому, ещё раз повторю, в силу обстоятельств, которые были, в силу того, что была осложнена полнокровная церковная жизнь в 20-м и 21-м году, то многие миряне, и священники в том числе, звонили и исповедовались по телефону. Тем более, кто такой духовник? Духовник – это пастор, который тебя знает, подобно твоему лечащему врачу. Ведь вы же по аналогии с лечащим врачом. Кто вас хорошо знает, всю вашу историю болезни, вам легко в любой момент ему позвонить и проконсультироваться, спросить совет. То же самое, звонишь духовнику, исповедуешься о своих грехах и получаешь разрешение. Таким образом, подводи итог, сказанному выше. Исповедь регулярная для священника перед каждым служением Божественной Литургии и перед каждым причащением Святых Христовых Тайн – это совершенно обычное явление. Могу засвидетельствовать своим опытом. В этом году даст Бог уже 20 лет в священном сане. Много это или мало – не мне судить. Но регулярная исповедь накануне каждого служения Божественной Литургии – это обычное дело. Оно настолько же обычное и естественно, как для вас, дорогие друзья. Каждое утро вы встаете, открываете кран, умываете лицо и руки водой. Согласитесь, никто же из культурных и адекватных людей не скажет, кто это вообще придумал, умываться по утрам. Что это вообще за бремена неудобно носимы? Кем это вообще придумано? Наверное, никто так не говорит. Это также естественно. Потребность высповеди настолько же естественно, как умывать лицо и руки по утрам. Поэтому еще раз отвечаю на вопрос. Да, священники исповедуются регулярно, накануне каждого служения, причащения Святых Христовых Тайн. Это нормальное явление. Это не является какими-то неудобно носимыми временами. Это следование заповеди Господа, изложенным святым апостолом Павлом, первым посланием Коринфянам, 11 глава, 27-й, 30-й стих, который я вам процитировал, и всему учению Святой Церкви. Выводы делайте сами, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...